Болтком. Радио. Болтком. Сколько, я понимаю, прибавилось работы, очевидно, производителям вот этого чудо-прибора, когда на дворе бушует COVID, с которым уже целый год, вот совсем скоро будет годовщина введения первого ЧАЭС в нашей стране, количество переболевших COVID уже превысило 80 тысяч, в общем-то, такие достаточно внушительные для нашей небольшой страны показатели. Ну и, конечно, понятно, что укрепление иммунитета и забота о своем здоровье, очевидно, это такие первостепенные проблемы, которые волнуют людей. Ну, в первую очередь, у нас ситуация простая, то есть мы как работали, так и работаем, да, в принципе, для нас ни меньше, ни больше работы не стало, все идет в том же ключе, мы развиваемся, сейчас мы собирались, вот уже открываем кал-центр для того, чтобы выходить на Соединенные Штаты Америки, мы выпустили несколько новых приборов. Один из них – это ионизатор кое-чего, о чем нельзя говорить на радио, но все этот напиток любят, да, такой под углом 40 градусов. То есть, в принципе, наши основные рынки сбыта – это Россия и Европа, да, вторая сторона после России по продажам у нас – это Соединенные Штаты Америки. Но главное, главное, что в нашем деле идут сдвиги, нам, конечно, ковид помогает, помогает понимать, что самое главное, что есть у человека, это, в принципе, его иммунная система. То есть, главное, что есть у человека, что помогает ему справиться с любым дегенеративным заболеванием – это его иммунитет. Как, кстати, слышно меня? Хорошо? Да, слышно отлично. Да, ну, друзья, я бы вообще сегодня в такой праздничный день для многих, хоть это и эхо Советского Союза, я бы хотел поставить вот эхо Советского Союза и рассказать о технологии электрохимической активации, или как она называлась, технология эхо, да, потому что эта технология была изобретена в Советском Союзе. Многие путают, что это изобретение японских ученых, так как в Японии технология электрохимической активации является государственной и медицинской уже более 40 лет, то есть более 40 лет люди используют эту технологию для того, чтобы избавляться от ацидоза, а ацидоз является причиной более 40 тысяч разных дегенеративных болезней. Я уже отмечаю в этом году 10 лет, как я пью ионизированную щелочную воду, да, и за это время я ни разу не болел простудным заболеванием. Ну, я вообще даже не замечаю, что есть такое понятие, как коронавирус. Ну, не знаю, может быть, и нужно бояться, но я почему-то абсолютно спокоен, да, и за своих близких, потому что они пьют воду, и даже за вас, уважаемый ведущий, потому что вы тоже уже пользуетесь нашей продукцией, ну, наверное, сколько лет? Я уже так вот, не могу так точно сказать, но, наверное, года три наверняка. Ну, вот вы что скажете, как человек, который пьет эту воду? Я могу сказать, что она очень отличается на вкус, она действительно очень мягкая, приятная, и вот у меня домашние, которые, ну, сначала мы тоже скептически ведь относились, они начали, когда пить эту воду, вот любая другая вода, она совершенно сразу же ощущается, нет, это что-то мне подсунуло, это какая-то другая вода. И вот с каждого утра начинается с того, что я бегу делать воду на всю семью, потому что утро начинается с потребления воды. Да, и когда ты начинаешь пить ионизированную щелочную воду, ты понимаешь, что другая вода, она невкусная. Вот любую воду, которую ты пьешь, она кажется невкусной. Вопрос, почему ионизированная вода кажется вкусной, а это важно, важно, ведь иногда вот ты что-то пьешь, оно невкусное, но ты себя заставляешь пить. Здесь себя заставлять пить не надо, но самое главное, что эта вода очень эффективна при ацидозе. Вот не знаю, слышали вы, не слышали последние исследования, которые проводились, да, что люди больше подвержены ковиду, у кого сахарный диабет, да, то есть, ну и вообще любое дегенеративное заболевание – это состояние ацидоза, то есть причина любых болезней – это ацидоз, закисление. Поэтому в реанимации что делают люди? Мерят каждый час по аж крови, да, по аж очень важен. Так вот, в щелочной воде, по аж от 8 до 11,2, да, если говорить об ионизированной щелочной воде, потому что щелочную воду мы можем получать из обычного водопроводного крана, но вот ионизированную щелочную воду мы можем получить только или на курортно-санаторном лечении, да, на этом была основана советская медицина, то есть лечение на водах, даже русская классическая литературе это называется лечение на водах, да, а также она была основана в первую очередь на профилактике, поэтому я всегда сторонник профилактики. Вот, например, я не верил вообще в ионизированную воду, не считал, что это все обман, что это все мошенничество. Какая вода, что вы мне рассказываете, как она может помочь людям избавиться от сахарного диабета? Неужели такое возможно? Как она может помочь людям избавиться от простатита, от остеопороза, от изжоги, от запоров, да? А тут у нас же идут эфиры ежедневные на разных российских станциях, да, и звонят все время люди, рассказывают свои истории. Вот, например, человек был с запором, раз, и лишился зрения, потому что сильно тужился. Такое тоже бывает, друзья. Я же со своей стороны, ну, вот я сколько, в 35 я начал, в этом году я отмечаю 24 марта 45-летие свое. Я считаю, что я чувствую себя сейчас гораздо лучше, чем я чувствовал себя в 35 лет. И выгляжу не хуже, да, чем я выглядел в 35 лет. Даже вот там посмотреть на свои фотографии в паспортах, все по-другому. Вопрос, почему? Что же такого особенного в этой ионизированной щелочной воде? И почему она может помочь нам избавиться от большинства дегенеративных болезней, хотя она на сегодняшний день в современном мире не является лекарством? Она является лекарством только в двух странах. Это в Японии уже более 40 лет. И Япония – это самая здоровая нация на Земле по именно исследованию Всемирной организации здравоохранения. И в Южной Корее, да, именно в Южной Корее. Там это государство занимается тем, что приборы ионизаторы очистителей воды, оно продвигает за счет государства даже. То есть производители продвигают свою продукцию во всем мире, и государство оплачивает это продвижение. И также в каждой пятой семье в Японии есть такой ионизатор воды. Но еще 10 лет назад я этого ничего не знал. Я считал, какие ионизаторы, что вы мне рассказываете, что это какие-то сказки. Но в то же время мне хватило ума и смелости купить себе такой прибор. Я начал пить эту воду, и я понял, какой результат я получил. Результат налицо, как говорится. Поэтому я вот всем советую приехать в наш магазин. Мы находимся на улице Гертрода 64. Улица Гертрода 64. И вы можете там посмотреть наши приборы и попробовать их. Потому что мы свою продукцию уже 10 лет даем на тестовый период. Что такое тестовый период? Это три месяца вы берете наш прибор, разумеется, под залог его стоимости. И в течение трех месяцев вы его тестируете. Если вам нравится вкус воды, если вы получаете результат, который будет виден и по результатам ваших анализов. То есть что значит по результатам ваших анализов? Я всем рекомендую сдать анализы, ну анализ крови общий до употребления низированной воды. Сдать анализ общий через месяц употребления низированной воды. И через два месяца и ближе к кончанию тестового периода. Если вы не получите результат, то значит вы прибор вернете. Если же вы получите результат, то значит вы прибор оставите. Теперь какие проценты по возвратам в нашей компании уже на протяжении 10 лет? Как в России, так и в Европе они одни. 2-3% людей возвращают нашу продукцию. То есть 97% людей нашу продукцию не возвращают. Вопрос почему? Ну по одной простой причине, друзья. Потому что люди получают результат. Люди довольны вкусом воды. Люди избавляются от дегенеративных болезней. А правильнее сказать? От причины дегенеративных болезней. Ацидоза. То есть они нормализуют вашу крови. Нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Они нормализуют работу всех внутренних органов. Поджелудочной железы. И самое главное, разжижают кровь. То есть кровь становится жидкой, кровь становится щелочной. А по аж крови здорового человека, он 7,35-7,45. Так вот, я всегда считал так, что доверяй, но проверяй. Поэтому лучшим доказательством того, что эта технология работает, это, конечно же, не только опыт Японии, да, как самой здоровой нации на Земле, но и личный опыт каждого, кто берет нашу продукцию на тест. Поэтому наша модель, она простая и эффективна. Взяли, 3 месяца отпили воду. Если вы довольны результатом, значит, вы прибор оставите. Если вы недовольны ни вкусом воды, ни результатом, значит, вы прибор вернете. Я лично, я лично всем советую пить эту воду натощак с утра. Сколько остается у нас времени? Нет, ну, у нас еще где-то минут есть, ну, 13 до перерыва. Тогда я бы, знаете, что хотел сделать? Помимо щелочной воды, да, которую используется в разных местах, и в быту, и в готовке, да, получаются вкусные супы, бульоны. То есть, вообще, эта водичка, она же там же готовится в приборе, ионизатор и очиститель воды Аквалай Спаква Евроверсия 2.0. Это прибор новый, 2020 года выпуска. Мы его производим как в России, так вот недавно мы открыли здесь и мини-производство в Европе, да, сборочный цех. Именно в Риге, в Латвии. На улице Гертруда 64 каждый из вас может прийти, попробовать нашу продукцию. Как говорит моя теща, принюхаться, посмотреть. То есть, наливаете, да? Если вы будете довольны результатом, а результатом довольно 97% наших покупателей, вы так же, как и я, полюбите воду и будете пить ее уже всю жизнь. Долгую и счастливую жизнь. Но еще помимо того, что есть щелочная вода, которая обладает антиоксидантными свойствами, восстанавливает нашу иммунную систему, нормализует давление и сахар в крови, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, в приборе также получается вода кислотная. А вот кислотная вода – это уже биоцид. То есть, это условно зеленка, йод и перекись водорода в одном лице. Это лучшее дезинфицирующее средство. Вот я побрился с утра, раз-раз мертвую водичку обработал, лицо – все. Никаких раздражений, никаких аллергий. Если у вас грибок, вы для нас идеальный клиент. Через две недели грибка не будет, если вы будете использовать кислотную воду в качестве ванночек, примочек для того, чтобы избавиться от грибковых инфекций. Горло ли вам болит? Насморк, кашель, простудные какие-то болезни. Может быть, вы вообще спортсмен. Я, например, вчера 13 километров пробежал спокойненько, и каждый день я бегаю, и ощущаю иногда боль в мышцах. Что это такое? Это первовиноградные молочные кислоты. В наших мышцах они скапливаются. Скопление кислотных остатков. Так вот, если пить ионизированную щелочную воду, которая обладает минусовым зарядом, она также равна минеральная вода, потому что в ней есть кальций, натрий, магний, калий, то есть щелочные элементы. Например, если у вас остеопороз – попробуйте. Вы спортсмен – попробуйте. Вы бизнесмен – попробуйте. Вы пенсионер – попробуйте. Вы беременная женщина – попробуйте. Вы мужчина – попробуйте. Поэтому я, например, пью, я не хотел бы болеть простатитом. Не хотел бы болеть. Я бы не хотел болеть онкологией, потому что, как правило, раковые клетки развиваются в кислотной среде. И я бы хотел легко перенести коронавирус, если уже так случится, что я им заболею. Потому что самое важное – это ощелачивание. И когда, например, к нашим партнерам приезжают врачи скорой в Россию, а там заболеваемость, конечно, гораздо больше, чем у нас, имеется в виду и страна гораздо больше, так вот им говорят врачи в первую очередь ощелачивать организм. Ощелачивать организм. Да и вообще все диеты голливудских звезд, они основаны на щелочных диетах. А что такое щелочные продукты? Это овощи и фрукты, как правило. Так вот, я бы хотел сейчас, у нас будут две части программы – до рекламы и после рекламы. Сегодня программа у нас длинная. Я бы хотел поставить самое важное, буквально на 8 минут, от создателя технологии электрохимической активации, то есть академика Витальда Михайловича Бахира. Вот он вкратце расскажет нам, что же такое технология ЭХО, то есть электрохимической активации. И почему в 1985 году Высшая аттестационная комиссия Союза Советских Стилистических Республик признала эту технологию новым физико-химическим явлением. То есть это все новое, как говорят, хорошо забытое старое. Но вот я вам советую обратить внимание на нашу продукцию, зайти на наш сайт immunitas.life, двумя М, immunitas.life, то есть иммунитет – это жизнь. Ну или позвонить по телефону, запишите номер. У нас бесплатные постоянные консультации 2700-5530. 2700-5530, 2700-5530. Или прийти в наш магазин на улицу Гертруда, 64. Мы работаем, соблюдая все законодательные нормы. То есть по одному человеку только в помещении у нас все работает, даже увлажнители воздуха, ионизаторы воздуха. И сегодня у нас, кстати, будет в подарок ионизирующая соляная лампа. Но давайте послушаем, что говорит отец технологии электрохимической активации. На наших сайтах, у нас же есть еще сайты международные, это aqualife.club и spaacua.ru. Ну проще всего нас найти, введя в поисковике всего два слова. Ионизатор – аквалайф. Ионизатор – аквалайф. Так вот там вы найдете этот семинар с Витальдом Михайловичем Бахиром. Он длится полтора часа. Ну а я сейчас вырезал из семинара самое важное, самое вкусное и самое интересное. И вот в течение восьми минут хочу вам этот семинар продемонстрировать в аудиоформате. Послушайте, пожалуйста, это будет интересно, потому что это наша история. И здесь даже будет немножко про армию, только, правда, про американскую. Я сейчас являюсь главным научным сотрудником Института электрохимических систем и технологий. Моими установками оснащены все больницы Москвы, но и в поликлиниках очень много установок. Началось все с буровых растворов. Это вот буровые, на которых мы испытывали наши первые установки. И потом нам сказали, что, ребята, давайте займитесь уже водой. Хватит вам заниматься буровыми растворами. И мы начали делать установки для обработки пластовой воды. Вот такая вот установка давала 25 кубометров в час живой воды, скажем так. То есть рядом стоит емкость с обычной водой. В емкостях, куда наливали эту воду католит, происходило что-то совсем необычное. То есть к этим емкостям стекалась вся пустынная живность. Ежи, черепахи, змеи, кого только не было там. Когда в пустыню ранней весной приезжаешь, вот в марте, чуть рубашку снял, уже обгорел. В эту воду нырнул, все проходит. Вы видите на снимке американских солдат. Это полигон в Атланте. И эти солдаты испытывают нашу установку, которая предназначена для обработки солдат, которые выходят из зоны микробиологического и химического поражения. Оказалось, что раствор гипохлорита 0,5%, то есть это 5 грамм в литре, убивает споры сибирской язвы за 30 минут. А вот эта самая мертвая вода, которая получается в установке, она убивает споры сибирской язвы за одну секунду. Хочу вам показать, это кризис в Руанде. Тогда по рекам плыли трупы. И нужно было решать, это была крупнейшая гуманитарная катастрофа. На левом снимке вверху, вы видите, вот из таких вот речушек брали воду. И вот мы туда отправили две установки. Эти установки вырабатывали ту самую мертвую воду, аналог той самой мертвой воды, и заливали в канистры. Вот там пацан стоит рядом с желтыми канистрами. Он тащил эти канистры к емкости с водой, 5 кубометров емкость этого резинно-тканевого резервуара. Добавляли 20 литров, и вода становилась свободной от любых загрязнений. Чума, холера, всё это погибало. Дизентерия. Делали опыты с крысами. Значит, вот на фотографии слева направо крысам дерматомом наносили раны. И вот левый снимок — это на второй день, потом средний на пятый день и крайний правый на восьмой день. Вот верхний ряд — это лечено хлоргексидином, а нижний ряд — это лечено аналитом, то есть мертвой водой. При электрохимической обработке воды в ней образуется целая гамма смешанных веществ, разных веществ, совершенно разнообразных. Это метастабильные соединения, которые не могут существовать длительное время. Микробы вырабатывают резистентность и по отношению к гипохлоридным растворам, которые используются, и по отношению к хлорамину, по отношению к любым веществам, которые являются стабильными. А вот здесь на этом слайде показано, что наши фагоциты внутри человека вырабатывают точно такие же соединения, которые получаются при анодной обработке, в частности, вот в той самой мертвой воде. Фагоцит и сам погибает, но он убивает любые микробы. И за миллионы лет микроорганизмы не смогли выработать резистентность по отношению вот к той системе защиты, которую дала сама природа. Вот именно этот факт мы используем в своих растворах. За 23 года микроорганизмы не выработали реакции адаптивных к этим растворам. Хотя к обычным средствам, которых огромное множество сейчас распространено и которые поступают в больницы, они вырабатывают резистентность, начиная от нескольких дней до нескольких недель. И больше им эти средства не страшны, они их не боятся. Три министра, с которыми я работал в жизни, все три министра имели дома у себя установки для получения живой и мертвой воды. Тогда это было настолько расписано в журналах, что каждый министр, попадая уже, так сказать, в обитель, которая родила эту воду, говорил, а у меня дома, почему этой установки нет. Это вот такие вот проточные установки были. Кстати говоря, вот такие установки и у министров наших стояли в то время. Вот такие вот проточные установки делали. Вот такие это. И были погружные, которые погружались в сосуд с водой, и можно было получать либо аналит, либо каталит, переключать их. У нас был договор о сотрудничестве с Одесским Черноморским морским пароходством. Они занимались исследованием выживаемости людей, которые попадают в кораблекрушение. И у них был аквариум, заполненный морской водой с температурой 4 градуса. Крысали крысу в воду, и она, барастаясь, пыталась выбраться. Где-то 4-5-6 минут крыса теряла силы, глотала еще глоток воздуха и падала уже на дно бездыханное. И тут же ее захвост вытаскивали из этого аквариума и клали на картон в комнате, для того, чтобы она отходила от этого состояния. Ну, обычно крысе требовалось где-то 7-8 часов лежать. Вот она приходила в себя, фактически после клинической смерти, но оживала. А если крысу перед этим поили католитом, то она, во-первых, барахталась где-то в полтора раза дольше в среднем. В полтора раза. Но зато оживала она в течение 20-25 минут. Облучили крыс жестким рентгеновским излучением LD95. Это значит, там 95% должны погибнуть через какое-то определенное время. Так вот, эти крысы, которые пили аналит и обычную воду, они умерли в положенное время. А все те, которые пили католит, они все выжили. Что такое активация? Это без изменения химического состава изменить физико-химические свойства. А что такое структура? Это определенная степень упорядоченности воды, которые окружают молекулу какого-то вещества, которое растворено в воде. И вот эта упорядоченность, она во времени имеет протяженность. Те, кто измеряет окислительно-восстановительный потенциал, ПАЖ, приборами различными, Серьезные измерения нужно проводить, во-первых, имея совершенно чистые электроды. Тут очень много техники. И во-вторых, давать время на релаксацию, пока электроды привыкнут к тому, что они соприкасаются вот с этой именно средой. Это идет от 5 до 10 минут уходит. А обычно этого времени не дожидают. Эта технология настолько сложна, что она требует иной философии подхода. То есть вы обработали воду катодно, обработали воду анодно. В ней получились высокоактивные частицы, которые являются электрон-донорными соединениями. То есть они насыщены электронами, они жаждут кому-то их отдать. Другая вода получилась, имеющая недостаток электронов. Это анолит. Вот эти вещества можно использовать в разных технологических процессах, в том числе и для лечения, естественно, и для биологических каких-то реакций. Есть исследования, что давали и пловцам пить эту воду, и получали результаты великолепные, и бегунам там и так далее. То есть вот эти исследования проводились. Здесь дальше идут, задаются вопросы. Друзья, вы можете зайти на наш сайт immunitas.life и этот семинар посмотреть целиком. immunitas.life Ну или приехать в наш магазин на улицу Гертруда, 64. Гертруда, 64. Магазин называется Immunitas. Или прямо сейчас позвонить по телефону 2700-5530. 2700-5530. Запишите этот номер. 2700-5530. Мы сейчас ненадолго прервемся, после чего вернемся в студию и продолжим разговор о мертвой и живой воде. На одной волне с городом. Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну а мы продолжаем разговор о живой и мертвой воде, о том как позаботиться о своем здоровье и с нами на прямой связи. Андрей Петрович, представитель завода-производителя ионизаторов очистителей воды Аквалайф. Ну и вот познакомиться с продукцией можно на Гертруда, 64. Да, в первую очередь, друзья, что такое ионизатор воды? Это не прибор медицинской тематики. Он в Советском Союзе был прибор медицинской тематики, когда была одна аптека на весь район. Сегодня ионизатор воды – это просто бытовая техника. Вы залили воду из-под крана. Пользоваться прибором элементарно. Мы сделали новый прибор, который мы производим в Латвии. Этот прибор для людей незрячих. То есть люди, даже незрячие, смогут им легко пользоваться. Там есть защита от воды IP54. Там есть 7 степеней защиты от падения, от плохой воды, от высокой минерализации, от низкой минерализации. Там есть голосовой помощник, который на русском, на английском, а скоро и на латышском языке будет вам, и на немецком будет вам подсказывать, если вы что-то делаете неправильно. Там есть цветной дисплей, такой же, как на экране мобильного телефона. Наш прибор рассчитан на 12 лет срок службы. Гарантия на наш прибор, вы удивитесь, 4 года. То есть по закону Латвии и Европы и России гарантия должна быть 2 года. Мы даем гарантию в 2 раза больше. И самое главное, что мы даем гарантию на электроды. Это самая дорогая часть прибора, потому что электроды, они примерно с ладонь размером, и покрыты они металлами платиновой группы. То есть это титан, и покрыт он оксидами ридия рутения. Зачем это нужно? Ну, для того, чтобы кислотная вода, она была чиста, как слеза младенца. Потому что если сделать такой прибор в домашних условиях, ну, самодельный, что и делали в Советском Союзе, да, когда был бум ионизаторов воды, то кислотная вода становится химическим бульоном и может вам навредить. Поэтому это дорогостоящая, сложная, но в то же время очень эффективная, очень полезная и очень нужная технология, да. То есть я считаю, что за этой технологией будущее, хоть она пришла к нам из прошлого. Так вот, друзья, что же такое ионизатор воды? Значит, он на 3,5 литра, если речь идет об Аквалайфспа-Аква. Он переносной, никуда не встраивается. Для его работы нужна водопроводная вода или любая другая питьевая вода и электричество 220, да. То есть примерно 5-7 минут занимает время приготовления воды. Вы залили водичку из-под крана, там внутри стоит стакан с мембраной такой. Значит, закрыли крышку, нажали на кнопочку и пошел процесс ионизации, процесс разделения воды или, как он назывался в Советском Союзе, активации воды, да. Почему есть такое название каталит-аналит? Потому что в приборе два электрода. Один из них катод, другой из них анод. Так вот, каталит – это живая щелочная вода, в которой есть кальций, натрий, магний, калий. В ней есть водород активный, в ней есть активный кислород. И эта вода обладает антиоксидантными свойствами. Вот я даже из инструкции вам прямо сейчас зачитаю. У нас, кстати, инструкция к прибору с таблицей процедур, еще составленной в советское время, да, не медицинских, а курортно-санаторных, оздоравливающих, на 70 страниц. Цветная, с картинками, понятная и простая. Так вот, что же такое анизированная щелочная вода с уровней ПАШ от 8 и выше? Вода является природным стимулятором и сильным антиоксидантом. Также в щелочной воде содержатся ионы щелочных элементов – кальция, калия, натрия и гидроксида. Прекрасно восстанавливает иммунитет, активирует все процессы в организме, улучшает аппетит и обмен веществ, нормализует кровяное давление, является источником жизненных сил, улучшает общее самочувствие у спортсменов, детей и людей в пожилом возрасте. Способствует заживлению ран, в том числе пролежней ожогов трофических язв, а также язв желудка и 12-перстной кишки. Разглаживает морщины, смягчает кожу, улучшает внешний вид и структуру волос, справляется с перхотью. Содержит изобилие свободных электронов, заряжающих весь организм и нейтрализующих свободные радикалы. Имеет поверхностное натяжение, проницаемость и растворяющую способность воды, сопоставимое с внутриклеточной и межклеточной жидкостями в организме человека, что облегчает транспорт питательных веществ в клетки и способствует выведению из организма шлаков и токсинов. Содерживает кислотно-щелочное равновесие всего организма, тем самым являясь профилактическим средством от большого списка заболеваний. Это вот щелочная вода. Во-первых, щелочная вода, она очень вкусная. Вот я сейчас глоточек за ваше здоровье сделаю. А я, между тем, скажу, что можно к нам звонить. 6-7-2-12-93-9. Может быть, поделиться. Может быть, вы пользуетесь нашим прибором. Может быть, старым литовским прибором пользуетесь. Если вам есть что рассказать, друзья, то, конечно, было бы хорошо услышать ваши отзывы, как положительные, так и отрицательные. Но напоминаю, друзья, мы обещаем вам всего две вещи. Или результат, или возврат денег. Но я только закончу по воде, и сразу же примем звонок. Хорошо. Значит, ионизированная кислотная вода, или по-другому она называется аналит. Сегодня в России она уже сертифицирована как дезинфектор. И продается практически в каждом магазине как лучшее безопасное гипоаллергенное дезинфицирующее средство. Значит, кислотная вода обладает антибактериальными, антимикробными, противовирусными, противовоспалительными, антиаллергическими, противозудными, подсушающими, противоотечными свойствами. Благодаря своим бактерицидным свойствам обладает сильным дезинфицирующим эффектом. Подходит для дезинфекции одежды и белья, посуды, медицинских принадлежностей, а также мытья полов, окон и генеральной влажной уборки. Непревзойденное средство от простуды применяется при заболеваниях ушей, горла, носа, при гриппе и ОРЗ. Оказывает антиметаболический, циклодический эффект, не причиняя вреда организму человека и животных. Успокаивает нервы, снижает кровяное давление, является эффективным средством от бессонницы. Уничтожает грибок, стоматит, уменьшает боли в суставах, растворяет камни в мочевом и желчном пузыре. Друзья, это проверено, проверено, это действительно работает, но, к сожалению, это не лекарство, и это может помочь, может не помочь. Но в приборе также готовится водородная вода, в новом приборе, а водородная вода в течение 30 дней употребления поможет вам немножко нормализовать ваше кровяное давление. А также серебряная вода готовится в приборе. Но все мы знаем, что серебро сильнее хлорки, она убивает более 700 видов вирусов и бактерий, а в приборе готовится более 300 видов коллоидного серебра. Избавляет, так вот, серебряная вода избавляет от самого широкого списка болезнетворных организмов, защищая здоровье в периоды эпидемий. Одновременно очень эффективно и очень безопасно. Стимулирует кровоток, улучшает состав крови, благотворно влияет на естественные процессы в организме. Сомнительное качество питьевой воды можно всегда улучшить по серебрению. Друзья, вот я вам советую взять наш прибор, тем более, что он дается на тест на 3 месяца. Позвоните по телефону 2-700-5530. Ну и давайте послушаем. Давайте послушаем, да. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Кто имеет к нему отношение. Да, спасибо. Вы знаете, хотелось бы спросить, вот эти электроды, это самая дорогая часть в этом приборе, да, и после 4 лет их надо менять, я понимаю так. Нет. А на электроды гарантия 7 лет, только гарантия 7 лет. Ну если, например, стиральная машина, гарантия закончилась, это не значит, что ее нужно выбрасывать, правильно? Срок службы электродов рассчитан до 15 лет. Сам прибор до 12 лет. Почему именно до 12? Потому что, ну если вы будете использовать его в промышленном объеме, то есть готовить там, например, 100 литров воды в день, то тогда его срок службы может быть 10 лет. Если же вы будете готовить воду для себя и для своих близких, то тогда срок службы прибора может быть 15 лет. А стоимость этих электродов можно узнать? Значит, электроды отдельно, у нас даже не было такого случая, чтобы за 10 лет нашей практики электроды когда-то истончились или вышли из строя. Как серебряный электрод из серебра 99,99 пробы, так электрод анодный, да, который изготовлен из титана и покрыт металлами платиновой группы, он отдельно даже не продается, потому что этого не нужно. Этого не нужно. Ведь, скорее всего, электроника выйдет быстрее из строя, чем выходит прибор. Поэтому на 12 лет жизни вы можете расслабиться. Не нужно ничего покупать отдельно. Спасибо, пошла расслабляться. Спасибо. Да, ну, расслабляться вы можете приходить к нам, на улицу Гертруда 64, магазин Immunitas. Я вам советую попробовать этот прибор. Теперь, наверное, если есть еще звонки... Есть еще, да, еще есть звонки. Здравствуйте. Добрый день. Ну, конечно, на неподготовленную голову обрушена лавина всех этих добродетелей этого прибора. Ну, о таких приземленных материях. Пожалуйста, скажите, стоимость самого прибора... Так, на сколько времени хватает? И сколько электричества он съедает? Спасибо. Спасибо. Значит, электричество он съедает, как обычная лампочка, когда работает. Работает он у вас, если вы готовите воду несколько раз в день, это два раза по пять минут. То есть на электричество здесь не будут больших расходов. Стоимость самого прибора без скидки 499 евро. Сегодня со скидкой 399 евро. Но давайте вот, чтобы посчитать правильно цену, я всегда тоже люблю считать, это очень хороший вопрос. Я всегда... Есть разные, во-первых, приборы. Есть приборы и за 2000 евро, есть и за 5000 евро. Мы создали прибор, который недорогой относительно, да, без потери качества и долгоиграющий. Потому что гарантия на него 4 года, срок эксплуатации 12 лет. Давайте вот сегодняшнюю цену, 399 евро, разделим на 12 лет. У нас получится 33 евро 25 центов в год. Но мы же воду эту не раз в год будем пить. Давайте разделим на 12 месяцев. Вот так вот делать правильнее, да? Получается 2 евро 77 центов в месяц. Но мы же не раз в месяц будем пить щелочную, использовать кислотную, серебряную и водородную воду. Значит, мы эту сумму 2 евро 77 центов делим на 12, вернее, простите, на 30 дней. Да, на 30 дней. И получаем 9 евро центов в день. То есть, цена воды щелочной, которая равно минеральная вода, которая богата антиоксидантами. Вода, эта вода хранится всего лишь 24 часа, то есть, сохраняет свои антиоксидантные свойства, минусовой заряд. Но ее можно пить хоть неделю, с ней ничего плохого не становится. Также вода кислотная, всего 9 евро центов в день. Тем более, что сегодня в подарок пойдет еще натуральный, природный. Кстати, надо будет ведущему уважаемому подарить, у него еще нет. У него есть наш ионизатор воздуха? Есть, да. Вот у нас есть новый прибор из Пакистана, из гималайской соли. Это соляная лампа. То есть, этот природный ионизатор воздуха, который, во-первых, он такой очень позитивный, то есть, он оранжевого цвета, и он постепенно растворяется солью, там несколько килограмм, и воздух дома становится такой же, как в Сосновом Бару, после грозы на берегу моря. Вот сегодня ионизатор воздуха будет идти в подарок. Еще раз, друзья, 3 месяца у вас будет тестовый период. Мне понравится, вы можете нашу продукцию вернуть, и возвраты у нас есть. И тогда мы продаем БУ-приборы, которые нам возвращают, и цены на приборы БУ у нас начинаются от 100 евро, если это еще предыдущая модель, то есть, ну, старая модель, то есть, которая выпускалась несколько лет назад. Также у нас работает программа Trade-In. Это обмен вашего старого ионизатора воды на наш новый ионизатор воды с доплатой. Но обо всех этих вопросах вы можете узнать прямо сейчас, позвонив на телефон горячей линии 27005530. 27005530. 27005530. Скажу про мою мать. Моя мать учительница русского языка и литературы, воспитательница потом в детском саду. Значит, она астматик, аллергик, и вот она тоже не верила в воду, подруги ее отговаривали. Значит, я подарил ей такой прибор, и у нее сняли диагноз остеопороз. У нее нету приступов астмы. И я очень рад, что я могу себе позволить пить такую воду, и вам я это тоже дело советую. Это не так дорого, на самом деле, 7 или 9 евроцентов в день. Сегодня сколько стоит литр минеральной воды? Ну, наверное, от 1 евро за литр. А здесь же в неограниченном объеме вы получаете щелочную, кислотную, серебряную и водородную воду. Если вам что-то не понравится, друзья, вы всегда можете вернуть нашу продукцию. Мы работаем, наш магазин Immunitas на Гертруда 64 работает с 11 утра до 7 вечера, без обеда. В субботу мы работаем с 11 утра до 15 часов. Вообще, я советую вам загуглить. Вот моя фамилия Петрович, да, загуглите. Петрович Аквалайф или Энизатор воды Аквалайф. И там вы найдете сотни отзывов людей о нас, даже тысячи. Тех людей, кто пользуется нашей продукцией. Это будут как российские звезды, так и обычные люди, да, обычные люди, которым это помогло справиться и с простатитом, и с геморроем, и с высоким давлением, и с остеопорозом, и со всеми вот этими проблемами, которые связаны с ацидозом. Как сказал Козьма Прутков, взрыв корень, взрыв корень. Информации, конечно, очень много, и рамки нашей программы не позволяют вот все рассказать о воде. Ну, как я всегда считал, лучше один раз взять и попробовать, чем, ну, думать и гадать. Поэтому попробуйте. Если есть какие-то звоночки, давайте я еще отвечу на вопрос. А у меня вопрос, например, такой, вот готовить на ней можно? Потому что мы все время говорим про воду, но вот, например, люди хотят там, может быть, чай, суп там. Ну, во-первых, в щелочной воде завариваются все травы прямо в холодной, да, потому она и является очень прекрасным растворителем. Во-вторых, супы, чаи, кофе получаются гораздо вкуснее на ионизированной щелочной воде. Но при кипячении вода теряет свои антиоксидационные свойства, то есть она не становится, ну, минусовой заряд. Ну, вода, все блюда готовятся вкуснее. Я советую из кукурузного цыпленка попробовать сварить бульон на ионизированной щелочной воде. И если, например, даже обычную курицу замачивать в ионизированной щелочной воде, то потом, внимание, пенку снимать будет не надо. Вот это любая хозяйка должна попробовать. Да, и, кстати, сегодня мы еще подарим книжку, энциклопедию пищевых растений, которая вот такая большая, как советская энциклопедия, цветная с картинками, ведь в ионизированной щелочной воде завариваются все травы прямо в холодную. А можно показывать? Потому что у нас идет, кстати, по-моему, трансляция, так что и видео будет, поэтому все, кто будет смотреть на видео, они увидят. «Ага, вот так она выглядит». Да, я написал кандидат биологических наук Надежда Остапенко, и там все о травах, все о природной аптеке. Я лично сторонник трав, я лично сторонник природной аптеки и сторонник ощелачивания организма. Я бывший спортсмен, кандидат мастера спорта по легкой атлетике, поэтому я понимаю и знаю, что такое ацидо, что такое закисление, что такое боль в мышцах. Поэтому, друзья, я вам очень это дело советую. Я пью эту воду сам, пьет моя теща, моя жена, мои дети, и никто не болеет, никто не болеет. Это очень радостно. И вот вы, кстати, уважаемый ведущий, болели за этих три года? Вот интересно, да, я заметил, что обычно я жутко всегда простужался. Серьезно, вот каждую зиму это стопроцентно, это сопли, это температура, обязательно какой-то период вылетает из эфира. Но вот те, кто следят за эфиром, наверное, заметили, что вот за последнее время я ничего не пропустил, ни одного дня. Ну, а все потому, что, в первую очередь, что отвечает за наше здоровье? Это наша иммунная система, коих у нас три. Три иммунных системы в организме, да? И, в первую очередь, ионизированная вода, хоть она и не лекарство, но она по закону не лекарство. Если бы мы были сейчас в Японии, там это лекарство. Если бы мы сейчас были в Советском Союзе, когда государство платило за наше лечение, то там это лекарство. Поэтому это такой спорный вопрос. Ведь здесь лечения нет. Но чем вы запиваете таблетки? Водой. Вот если ионизированной щелочной водой запивать таблетки, то они будут лучше усваиваться. Это факт, друзья. Факт бесспорный. Потому что наша бы компания не существовала 10 лет, не развивалась бы, ну и не была бы компанией номер один по продажам в России в сфере ионизации воды. Почему все это работает? Ну, потому что большинство, к сожалению, людей пока в эту технологию не верят. Но здесь же не вопрос веры. Здесь вопрос даже не доверия, а вопрос результата. Поэтому я всегда обещаю всего две вещи. Или результат, или возврат денег. Сколько у нас остается времени? Я думаю, что еще минут 5-6. Ну, давайте, друзья, если вам, вот вы пользуетесь нашей продукцией, вам есть что рассказать, позвоните в эфир, расскажите, чтобы другие люди знали тоже, что это действительно работает. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Можно писать на WhatsApp нам, 2-3-0-6-1-9-1. Мы готовы принимать и ваши звонки. Ну, а пока вот люди думают. Может быть, у меня тоже вопрос, связанный с тем, что как долго можно хранить эту воду, насколько она не теряет, например, если утром ее сделали, к вечеру она теряет свои свойства или нет? Значит, идеальное решение – это готовить воду и пить сразу из-под прибора. Тогда она более богата антиоксидантными свойствами. Люди, многие знают, есть такой коралловый кальций. Люди пьют коралловый кальций. Так вот он делает заряд в воде минус 10. У нас же получается вода с зарядом минус 500 милливольт. Да, со временем эта вода теряет свой заряд, но она сохраняет свой заряд от 24 до 48 часов. Поэтому эту воду нельзя продавать, бутилировая, потому что она потеряет свои свойства. Эту воду нужно готовить и сразу делать. Серебряная вода, она вообще сохраняется. Это же консервант прекрасный. Она сохраняется очень долго. Поэтому, кстати, вы можете прийти в наш магазин на улицу Гертруда 64, и мы приготовим вам 3 литра серебряной воды. А что такое серебряная вода? Это коллоидное серебро, друзья. Оно убивает более 700 видов вирусов и бактерий, не принося никакого вреда организму. Единственное, противопоказание здесь, хотя противопоказание есть только у лекарств, а вода не является лекарством. То есть она и противопоказаний не имеет. Но предостережение – это если у вас аллергия на серебро. Если же у вас нет аллергии на серебро, вот я вам советую, запор проходит очень быстро. Изжога – моментально. Давление нормализуется очень быстро. Ну, это стоит попробовать. А поможет, не поможет, вы увидите в течение трехмесячного тестового периода. Здравствуйте, здравствуйте. 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 А вот по тиктоку один пишет, что кислотное. Он там долгожителей, там в четырех районах России, Карабахи, там еще где-то, Якутии. И все они кислотную воду пьют. Я отвечу на ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, вы довольны нашей продукцией? Кровь должна быть кислая, он говорит. Так вот, где правда? Кровь кислая, нейтральная. Сейчас, сейчас, сейчас вам ответим. Я объясню вам. Значит, PH крови здорового человека 735-745. Я знаю, про кого вы говорите. Вы говорите про профессора Жданова. Я приглашал его много раз на наши эфиры. Я считаю, что это преступная халатность, что делает Жданов. Он говорит людям, чтобы они делали PH крови 6,9. Но с таким PH кровью вы будете лежать в реанимации или уже в могиле. Поэтому закислять свой организм вы можете, покупая напиток с красной этикеткой, коричневый, или уксус, или какой-нибудь алкоголь, который является сильным закислителем. Поэтому и похмелье с утра, то есть состояние ацидоза. Поэтому кислотную воду ни в коем случае нельзя употреблять внутрь очень часто. Это вас убьет. В прямом смысле это вас убьет. Большинство продуктов, которые мы употребляем на сегодняшний день, это продукты кислотные. Щелочных же продуктов можно посчитать на пальцах. Это овощи и фрукты. Но самый главный природный антиоксидант – это ионизированная щелочная вода. То, что человек говорит, что люди живут в горах и пьют кислотную воду – это просто нонсенс, парадокс и сказки. Объясню почему. Вода щелочная равно вода талая. Поэтому в горах высоко, вода щелочная. И там люди пьют щелочную воду. Также этот человек, профессор Жданов, который борется с алкоголем, но здесь ошибается, он говорит, что закислять себя нужно лимонными и кислой капустой, но и также кислым молоком. Но, к сожалению, для профессора Жданова он ошибается, потому что лимон является щелочным продуктом. Кислая капуста является щелочным продуктом. Кефир или простокваша является щелочным продуктом. И даже имеют минусовой заряд минус 100. Поэтому мне очень часто приходят эти сообщения от профессора Жданова. Он никак не реагирует на наше приглашение в эфир. Но я думаю, что многих людей он загнал в могилу. Вот именно своими так называемыми опытами на себе. Поэтому я вам советую, что сделать. Покупаете уксус или покупаете какой-то газированный напиток, например, ока-кола или что-то еще, и пьете его каждый день. С утра натощак литр, в обед натощак литр, вечером натощак литр. Только до этого сдайте, пожалуйста, ваш анализ. Обязательно сдайте ваш анализ крови на PH и на все остальные вещи. Так три месяца вы пьете на такой кислотной диете. И через три месяца, если не раньше, да, вы себя почувствуете плохо, вы идете к врачу и сдаете анализы. Поэтому не слушайте, пожалуйста, тех людей, которые не понимают, что такое продукт щелочной и что такое продукт кислотный. Это не связано с кислым вкусом продукта. Поэтому лимон – это витамин С. Но лимон также может стать кислотным, если вы его разрезали пополам, да, пополам. Он полежал полчаса на воздухе, то он оксидировался и стал кислотным. Поэтому лимончик нужно выжать в воду и сразу же эту воду выпить. И тогда вы будете свой организм ощелачивать. А если нужно много все-таки кислой воды, ну, например, там ванночки принимать, потому что… Ну, смотрите, у нас готовится в одном, за один раз 0,5 литра кислотной воды. Да, то есть вы просто можете сделать 2-3 раза кислотную воду, и будет достаточно для того, чтобы уже делать какие-то ванночки, да. Кислотная вода, в отличие от щелочной воды, хранится 2 недели. 2 недели, да. Но в закрытой посуде и щелочная кислотная вода может сохраняться гораздо дольше. Во-первых, у нас идет в подарок также книжка на 200 страниц, в которой все расписано. И по сахарному дебиабету, и по простатиту, и по онкологии. Ведь вот говорят, что себя нужно закислять. Так раковые клетки развиваются в кислотной среде. Почитайте, пожалуйста, работы Отто Варбурга. Отто Варбурга, который доказал, что в щелочной среде не развиваются никакие раковые клетки, да. А в кислотной наоборот. Поэтому закисление организма – это прямая дорога и к ацидозу, то есть к дегенеративным болезням. И самое главное, что к онкологии. И к старческому слабоумию, и ко всем вот этим вот нехорошим заболеваниям. Поэтому, ну вот я живой пример, да, того, что это работает. Посмотрите на Витальда Михайловича Бахира. Человек, который пьет более 40 лет ионизированную щелочную воду. То есть здесь все на самом деле очень просто. Взяли, попробовали, сдали анализ до употребления ионизированной щелочной воды. Сдали анализ через месяц употребления ионизированной щелочной воды. Через два и ближе к кончанию тестового периода. Но хочу сказать сразу, лишний вес помогает, давление помогает, остеопороз помогает, сахарный диабет помогает, отложение солей помогает. И как бы ни называлось ваше заболевание, а их порядка 40 тысяч, вы только вдумайтесь, 40 тысяч заболеваний. Но причина большинства из них одна, это ацидоз, закисление организма. Поэтому вот уважаемый наш человек, который задавал вопрос последним, просто задайте вопрос в интернете или спросите у своего врача, что такое ацидоз. От латинского слова ацидоз, закисление организма. И ацидоз является причиной более чем 40 тысяч дегенеративных болезней. Поэтому мы сегодня закислены. Почитайте работы других ученых. Почитайте, за что получены Нобелевские премии в Японии. Они получены за именно ощелачивание организма. Там водородная вода является первым средством от широкого спектра заболеваний. Поэтому я вот еще раз говорю, я обещаю вам всего две вещи, друзья. Или результат, который вас устроит, или вас врат денег. Поэтому если вы считаете, что вы хотите себя закислять, это ваше право. Но, пожалуйста, ни в коем случае не советуйте это другим людям. Смерть этих людей будет на вашей совести. На вашей совести. Моя же совесть чиста, и я хочу вам предложить прийти в наш магазин на улицу Гертруда 64. У нас будут сегодня скидки и подарки. То есть второй прибор, ионизатор соляная лампа, то есть ионизатор воздуха. Ну а также, друзья, энциклопедия пищевых растений. Также ПАШ-тестер, чтобы проверить качество вашей воды. И у вас будет ровно три месяца, чтобы разобраться с этим и понять, что вода живая – это жизнь. И мертвая вода – это смерть вирусов и бактерий. Вода серебряная – это действительно хороший дезинфектор. Ну а вода водородная – лучшее средство, чтобы нормализовать наше давление. Поэтому приезжайте на улицу Гертруда 64, но сначала позвоните по телефону 2700-5530. 2700-5530. 2700-5530. Или найдите нас в интернете, набрав всего два слова. Ионизатор Аквалайф. Ионизатор Аквалайф. Знаете, есть такое высказывание, я хочу им закончить, что высказывание простое, что человеку свойственно ошибаться. Вы, наверное, его знаете на латыни. Человеку свойственно ошибаться. Но это не полное высказывание. Но глупо упорствовать в своих ошибках. Поэтому, друзья, я скажу вам так. In vino veritas, in aqua sanitas – это тоже древние слова. Истина в вине. И вот вино закисляет и убивает наш организм. А здоровье в воде. И здоровье в ионизированной щелочной воде. Поэтому попробуйте, и вы не пожалеете. Всего 9 евроцентов в день. Есть приборы, начиная от 100 евро. Есть выгодный кредит. Звоните 2-700-5530. 2-700-5530. 2-700-5530. И будьте здоровы. Спасибо. На одной волне с городом.